Привет, друзья! Сразу подвесил измерительный линейный микрофон. К слову, вы уже слышите, что это все направленный микрофон, да? Круговая, точнее шарообразная здесь диаграмма направленности от компании Sonarworks. И здесь, смотрите, даже уже награды у них есть. Вот такая вот, знаете, как зубная паста. Такой чехольчик очень интересный на магнитах. И этот микрофон, он будет как предвестник других микрофонов, которые появятся чуть позже. Но для того, чтобы вы поняли, почему можно или нельзя, например, использовать всенаправленный и измерительный микрофон в качестве моделирующего. Или лучше взять узконаправленный, то есть суперкардиоиду, как в данном случае в пушке от Sony. Или вообще взять широкомембранник, да? С огромной, большой, красивой, здесь даже больше, чем один дюйм, мембраны с АЧХ, похожей на TLM-103. И из него смоделировать нужный нам микрофон. Но обо всем по порядку. Это видео будет возвращение к тем давнейшним опытам, которые мы, может быть, если вы сторожил канал, то еще помнили. Проводили с 57-м, с 319-й октавой, с, конечно же, TLM-103. Потому что именно эти микрофоны, например, есть в базе у одного из наших сегодняшних претендентов в этой битве моделирующих систем. Это от компании Antares MicMod. Два других претендента, это Townsend Labs и это Slate Virtual MixRack. У них они используют свои микрофоны, свои предусилители. И поэтому немножко механизм у них моделирования по-другому работает, нежели у MicMod. Мы сейчас заглянем под капот у всех троих систем. Потом я запишу и сэмулирую, например, два микрофона. Всем известный 57-й, Shure SM57. И давайте возьмем то, что есть, в принципе, у всех. По-моему, это будет, например, 67-й Neumann. Знаменитый, заслуженный микрофон с хорошей серединой. С якобы ламповым окрасом должно нам все это показать. И попробуем смоделировать на вот таком ультралинейном микрофоне, на широкомембраннике конденсаторном и на пушке. Посмотрим, что из них ближе подберется. Причем сегодня не будем использовать оригиналы. Буду в оригиналы говорить иногда на подведении итогов и между сейсами для того, чтобы чуть-чуть сравнивать. Потому что не будем превращать этот просто фан, по большому счету, в некое такое уже лабораторное исследование в белых халатах. Этого не люблю. Не будем сравнивать ничего, отбивать по чеху, просто будем слушать. Но под капот прямо сейчас уже заглянем этим парням и посмотрим, как они моделируют звук. А вот различия там действительно большие. Если сказать глобальные, просто кардинальные. Начинаем. Итак, есть три отрезка, записанные в три микрофона. Я уже говорю, в 57-й его звук узнаваемый. Это такой немножечко сжатый, ну, динамический звук, если хотите. Он в меру басовит, он в меру верхаст. Хотя, в принципе, немножечко, ну, поболее открытие, нежели обычный какой-нибудь среднестатистический динамический микрофон. Итак, посмотрим, что у нас делает Antares со своим сигналом. Надо сказать, забегая вперед, что именно Antares у нас находится, скажем так, в прелегированном положении. Посмотрите, сейчас мы его выделим в отдельное окно, да. И вот здесь мы будем анализировать то, что делает наша система, да. Смотрите, у него есть две области, да, у микмода. Это микрофон, из которого мы моделируем, да, что-то, и непосредственно цель, да. То есть тот микрофон, который моделируется, источник и модулятор. В данном случае я поставил 103, и вы сейчас поймете, почему. Ну, и мы сделаем bypass mic. Это значит, посмотрите, как по-другому, да, заиграла немножечко здесь эта полоса. Это значит, что у нас изначально, да, сейчас проходит как бы ровный сигнал. То есть вот эта левая секция отвечает за то, чтобы, смотрите, bypass mic, чтобы сигнал, да, вот, например, из, ну, например, у нас АКГ есть C3000, да, яркий микрофон. Смотрите, насколько, да, то есть вот этот вот весь бред, да, то, что он делает, это микрофонная АЧХ, перевернутая наоборот, инверсированная, да. То есть первая секция отвечает у нас чисто за переворот, за то, чтобы вернуть к исходному состоянию. Если мы делаем из bypass'а и выбираем Shure SM50C, вот мы видим Shure-овский график, да, то есть, смотрите, у нас есть, вот в первой секции конкретно, измерительный, ровный, легкий, но, правда, всенаправленный микрофон. Итак, у нас стоит именно эта система, а именно Antares Mic Mode в, сказать, приоритете, потому что другие наши, да, там, сэнд, лапс, посмотрите, что творят сигналом, да, то есть это вот выбран, пожалуйста, 57-й. И вот такая у нас черта в анализаторе. Понятно, что эти микрофоны, да, давайте заглянем у Силейта, что там делает товарищ Силейт. Вот, пожалуйста, 57-й, Proximity здесь даже у нас будет стоять в нолье, это я вам обещаю. Вот показывает такой результат, да. То есть еще раз откроем Тансон Лапс и откроем. А если сейчас еще открыть и наш уважаемый Antares Mic Mode, то, в принципе, какие-то отдаленно, можно сказать, черты есть. Ну, а сейчас давайте уже слушать сигнал, который намоделировали наши моделирующие системы. Не моделирующие системы, к тому же я все это время говорил в 57-й, чтобы наше ухо привыкло. Песенку твою я подхвачу и протяну. Ну, скажи-ка, мой родной, 57-й, 57-й. Ну, что скажете, господа? Сейчас я пока абстрагируюсь от выдачи оценок, да, насчет того, что мне понравилось, что мне не понравилось, какой звук. Но первый вопрос, который бросится в глаза, это, а почему Стивен Слейд такой басовитый, и до этого мы сейчас с вами дойдем. Мы подключаем второй микрофон. С первым микрофоном разобрались, и я считаю, друзья мои, что тот момент, когда все микрофоны могли бы быть идеально, да, ровными, женщины конфликтными резиновыми, пиво с водкой безалкогольными, и круглый год лето, то есть вот этот вот рай неземной, а еда, кстати, в тюбиках, чтобы не готовить лишний раз, этот момент упущен. И теперь, если вы перед вокалистом поставите вот такую вот, обратите внимание, да, сейчас она, наверное, даже не сфокусируется, пукалку здесь буквально полсантиметра, да, он вам скажет, ты что, я хочу видеть большую мембрану, и он хочет услышать характер. Нет, уже нельзя просто вот так замоделировать ровный микрофончик, и из него, ну, из него что-то смоделировать. Возможно, ну, это есть так, и возможно, у вас будет такой же, грубо говоря, позыв использовать какой-нибудь измерительный микрофон, но вы слышите, что он высосет всю комнату у вас, да, к тому же он, падла, шумит, микрофон. Ну, теперь дойдем до, возьмем Jay-Z Black Hole, отличный микрофон, который выполнен у меня, он находится в BH2, так называемая комплектация, когда просто обычная кардиоида. Он очень похож на 103 Neumann, но смотрите, в чем интересность этого именно микрофона, да, во-первых, Jay-Z, это то, что он, возможно, да, в какой-то степени где-то повторит, а это, кстати, сайт Test Kitchen, и Test Kitchen замерили Стивена Слейта микрофон, фактически этот микрофон плюс-минус что-то, да, вот сейчас сыграет, возможно, именно со Стивеном Слейтом, потому что я вам сказал, что вот такой микрофон в вакууме, это, конечно же, хорошо, но все микрофоны, они имеют свой характер, и в данном случае Audio Test Kitchen запечатлела этот характер, вот, пожалуйста, да, мы возьмем Jay-Z в качестве, да, вот такого вот подспорья для этих господ, и мы примерно понимаем, что сейчас мы должны попасть именно в звук Стивена Слейта, но, посмотрите, его микрофон слейтовский чуть-чуть, что называется, уходит спать, вот, уже на 140 Гц, смотрите, идет конкретный уход вниз на 1,4, и дальше эта разница только становится больше, то есть это исходник микрофона Стивена Слейта, и когда его система пытается дать басов больше, она таким образом просто выравнивает свой сигнал и доводит его до конкретных показателей конкретного микрофона, вот почему Стивен Слейт басит. Ну и, соответственно, здесь единственное, что да, будет разница, потому что АЧХ более-менее какой-то ровный, и потом стоит пик, и вот сейчас мы окунемся еще в нашу систему, в Антаросе мы сделаем вот такую систему, смотрите, в микмоде поставим сюда, так как они очень похожи, этот микрофон я скоро буду тестировать, со 103 Нойманом они очень похожи, так, берем TLM-103, где ты, и берем Shure SM57, сделаем вот этот Proximity на 20, для того, чтобы, ну, вот, получить такую картину, то есть мы из якобы 103-го, в роли 103-го выступает Black Hole, делаем звук. В Townsend Lab мы, в Townsend Lab сфере, мы оставим здесь все как есть, то есть сейчас будем слушать попадание именно на этих двух господ, да, то есть как Virtual Mixed Rec отработает, да, здесь тоже Proximity в 0, единственное, что можно где-то даже вниз дать, потому что вы видели, какая, да, разбежка, и слушаем сейчас, именно нас больше будет интересовать, как именно эти системы отработают, хотя также и Antares тоже, почему бы и нет. Итак, слушаем на Black Hole. Здравствуй, 57-й, звук я твой узнаю из тысячи других, ну, скажи-ка мне, родной, что тебя не слышу я, ты почему затих? Я мотив твой подхвачу, протяну его с тобой, и песню я с тобой спою. Здравствуй, 57-й, до конца с тобой я в аду или в раю, вы узнали 57-й. Сразу в вариантах трёх его я показал вам. Здравствуй, 57-й. Кто из них вам показался ближе, напишите прямо сейчас. Согласитесь, здесь уже более какие-то, какой-то характер есть, да, уже исчезла комната, потому что микрофон не берёт особо внеосевых отражений ранних. И сейчас ещё раз вернёмся к этим двум весёлым картинкам и возьмём сейчас нашу пушку Sony, да, потому что она будет не похожа на эти микрофоны, она будет ровная у себя, да, эта пушка, но ровная в центре, но кверху у неё просто там такой, знаете, необузданный есть вершок, который интересно будет посмотреть и послушать. Но чем пушка хороша, вот она уже записана, это тем, что она конкретно суперкардиоида, конкретно направлена тебе в рот, и ты можешь не опасаться, не стесняться в том, чтобы у тебя наловится комната, то есть это идеальное решение для плохих комнат. Если вы найдёте эту пушку и вообще вот какую-либо другую, да, то есть Road NT1, вы можете её использовать для дикторской речи, для дикторской работы очень даже хорошо в незаглушенных помещениях. Ну, это я уже сговорился, теперь также смотрим и слушаем. На Antares я оставляю всё как есть, то есть у нас якобы 103, для того чтобы всё-таки оставить и посмотреть, что же как работает, да. Вы можете скачать эти же файлы и побаловаться, я вам скину и то, что было, и то, что получилось, и побаловаться, поанализировать, там в спане погонять, я уже не хочу просто времени, не хочу затягивать, просто хочу, чтобы это видео было лёгкое, и поэтому мы начинаем тестировать на пушке нашей системы. Здравствуй, 57-й, Звук я твой узнаю Из тысячи других Ну скажи ко мне, родной Что же ты молчишь? Ну что же ты сейчас притих? Расскажи ко мне, напой мотив Песенку твою я Подхвачу, спою с тобою Ну скажи-ка, 57-й Как же жить с такою С легендарною судьбою? Знают все тебя Вокруг Звук заценят твой Напишут здесь в комментах Кто был, кто был ближе-ближе Всех с тобой Кто попал в прям точку С кем из них ты сделал дочку? Такие рифмы в пробросик Но очень тихий микрофон, что я заметил Не берёт абсолютно ничего в комнате Всё, что нужно По центру Вы слышите, да Для того, чтобы он не запирался Нужно здесь Просто по-любому Необходима Ветрозащита И работает всё прикольно И я бы не сказал, что здесь Очень уж Такие, знаете, вздёрнутые верха Они вздёрнутые Они ясные Как в АЧХ Да В самом микрофоне Вы его сейчас слышите Как говорится Вот как есть Этот микрофон Безумно нравится Очень интересно его посмотреть В качестве Вы уже увидели всё Я сейчас буду анализировать В качестве моделирующего микрофона Согласитесь Очень интересно Да Почему я провёл это исследование И почему я взял разные микрофоны То есть Это электред Очень узкомембранный Но зато ровный Но зато Единственный его минус Это то, что он ловит комнату Раз Второе Это Потенциальный Любой ваш микрофон Скорее всего Из которого Вы будете моделировать На этих системах По-моему Из Вот таких Из крупномембранника Если что-то делать Очень достойно Звучит Стивен Слейт Хотя К этому парню Сейчас зайдём в гости И например Посмотрим Что он творит Давайте возьмём Blackbird Studio И Ну давайте Интенсивити оставим Просто Сейчас его выведем В отдельное окно И будем смотреть на то Что творит Да Нужно включить Посмотрите Какие Грязные Какие Вот здесь Ещё просто больше Сейчас будем смотреть Все микрофоны Это там 47-й 251-й Элаам 67-й Это Ц12-й То есть Стивен Слейт Любит заиграть Вот с такими вот Пирожками Да И Его как-то всё Грязно звучит Но оно Чертовски приятно То есть Использовать Слейт Одно удовольствие Да Немножко Townsend Labs Тансенд Labs Работает Тансенд Labs Работает Чуть-чуть Понежнее Да Хотя вот смотрите Сейчас вам покажу Как отрабатывает Какая разница между SM7B И 57 Тут просто вот Смотришь как А потом Хопа Такой Двадцатка Да То есть Мы видим Что они работают Чуть по-разному Здесь более нежнее Но самое интересное Наблюдается вот здесь Смотрите Сфера Директ То есть Это прямой Проход Вот этого Микрофона Ещё раз Townsend Labs Вот так он выглядит Да Смотрите То есть Это прямой Сигнал Потом Что мы делаем Нет Мы идём в Дефьюз И мы идём В линейный То есть Вот этот Вот График Призван Сделать то Что делать На первой стадии Antares Megmod Выровнять в ноль АЧХ этого микрофона То есть Если вот это перевернуть Мы увидим АЧХ Посмотрите Какая глупая На самом деле Глупая характеристика Потому что На пятёрке У неё провал Это провал Будет Если инвертировать А на восьмушке Там будет пик И какие-то Странные басы Ну здесь понятно Что здесь к двадцатке Всё должно уменьшаться Это чтобы сделать Линейным сигнал Да То есть Что делают наши системы Теперь давайте пройдёмся Вообще Что можно сделать Со звуком Да Видно что Тансон лапс Работает так Чуть понежнее Да Антарес микмод Здесь хорошо тем Что ты можешь Вот сатурацией добить Ты можешь Проксимити сделать Да То есть Опаньки Сатурация Видите как подбрасывает Эффект У тебя есть Рычаги взаимодействия И вообще Как мы можем Взаимодействовать На сигнал Смотрите Первое Это конечно же Меняя эквалайзер То есть Видно что взаимодействие Идёт на АЧХ Второе Это ФЧХ Да Фазово-частотная Характеристика Понятно что Все эти штуки Вращают фазу Кто-то больше Кто-то меньше Мне кажется что Слейт там вообще Извращается так Что её выкручивает На 180 на 360 По разным вот этим Вот всем своим хреням Второе Ну и третье Это То что называется Психоакустическое Да наше там Оформление А ещё есть динамика Конечно же И психоакустика То есть это когда Ну например делаем ревер Это всё равно Сумма ранних отражений То есть это копирование сигнала И никакой магии Волшебства Нет здесь То есть мы просто Смотрим на интересную картинку Нам нравится как выглядит Мы смотрим что это О да Сорок седьмой Прикольно Смотри Сорок девятый Нойман То есть эта картинка Нам вселяет какую-то магию Картинки например В Антарес Просто нет В мигмоде Ты просто имеешь Вход и выход Входной и выходной микрофон Стивен Слейт Слейт себе тоже нарисовал Красивые микрофончики Можно наблюдать То есть эту магию О классно Больше и меньше Вот он Лам 251 То есть нас здесь Фактически обманывают В чем Нам меняют фазу И меняют АЧХ Вряд ли я думаю Что они взаимодействуют На динамику То есть то что делает компрессор Работает с динамикой Не работает возможно с динамикой Но вот эти две составляющие Фазы АЧХ Делают всю магию Под капотом Все И здесь К чему я хочу вернуться В принципе И Сонька показала Крутой интересный результат И тот же крупномембранный микрофон И если у вас есть Например Классно Красиво А самое главное Чисто звучащий Микрофон Который не особо подкрашивает Потому что я не думаю Что из 23 союза Например Нужно что-то моделировать Уже сам по себе Звук такой как камень Как скала Но если у вас есть Микрофон какой-нибудь прозрачный Я это делал С так старым Так 45 В одной из серий Можете посмотреть В данном случае Асферу L22 Щупал Или какой-нибудь 103 Нойман Вы можете например Зайти в Антарес И из Ноймана 103 На выходе Например Поиметь 319 октаву Вот таким вот образом У вас АЧХ изменится Будет интересно Но Тут наступает Второй вопрос А нахрена Если у тебя уже готовый Классный камень 103 Просто берешь И моделируешь Я знаю режиссеров Которые отказались От идеи моделирования И просто потом Не моделировали Единственное что Возможно Что из Соньки Я бы что-то делал Из Пушки Потому что Когда у тебя уже есть Хороший микрофон Надобность в модуляции Отпадает Еще ты можешь Реально 20-30 минут Прокрастинировать Просто переключая Вот эти вот Разные позиции Слушая Что там Что там происходит И возможно Всегда Вы будете ставить Эту позицию И так и нужно делать На первое место То есть первое место Потом уже пошла Вся остальная Плясать Но нужно ли Вносить в сигнал Вот эти все Как я еще раз сказал Искажения То есть это Дополнительная сатурация Дополнительные гармоники О которых мы не поговорили Кстати Степень сатурации Ведь для того Чтобы сделать 57 Нужно сигнал Несколько сжать Если у вас Изначально Был сигнал Скажем так Не до конца Подогретый 57 Он слышно Что он такой Микрофон сжатенький Ну и все остальное АЧХ Нужно ли вам это Думайте Смотрите Я как бы Не призываю вас Ни в коем случае Пользоваться Ломаной продукцией Но например Сферу L22 Можете себе поставить Абсолютно легально Единственное Что она будет Каждые 5 минут Выеживаться Просить себя Откалибровать Потому что Она будет чувствовать Что с ней Работает Не откалиброванный Не ее родной Микрофон Дурить вам голову Но вы Сдобьетесь Какого-то результата Так что Играйте Главное Не заиграйтесь Друзья мои Вот такие результаты И какие системы На каких микрофонах Сработали лучше С вами был Александр Смирит Услышимся Увидимся Совсем скоро У меня много вкусного Впереди Шорик 27 Черныш Послушаем И посмотрим его Пока